Добрый день, дорогие слушатели и зрители. Во-первых, я хочу поблагодарить как Центр онкологии, организовавший эту школу, так и Марину Борисовну, пригласившую меня рассказать о важных правовых основах установления инвалидности, а также члена нашей общественной комиссии, которая здесь не присутствует, президент общества рассеянного склероза Валю Хмарину Васильевну, благодаря содействию которой также меня привлекли к проведению этой школы. Прежде чем начать демонстрацию презентации, я хочу сказать, что для онкологических пациентов вопросы установления инвалидности являются достаточно важными, потому что установление инвалидности это всегда вопрос меры государственной социальной поддержки. это выплаты, это социальные льготы, это лекарственное обеспечение, это обеспечение техническими средствами реабилитации и так далее. Соответственно, всегда достаточно много вопросов, касающихся процедуры установления инвалидности, обращения в учреждения медико-социальной экспертизы и, собственно, классификации критериев установления инвалидности и следствия тех или иных заболеваний. Поэтому, помимо непосредственной темы, я еще несколько слов скажу по поводу в целом процедуры установления инвалидности, которые, я думаю, также будут актуальны. И несколько слов, во-первых, об актуальности темы. Вот мы федеральное государственное учреждение и занимаемся предоставлением государственной услуги жителям Санкт-Петербурга и гражданам, которые здесь временно пребывают, в том числе и на лечении. Так вот, ежегодно в нашем учреждении медико-социальная экспертиза проводится более чем 15 тысяч взрослых граждан со злокачественными образованиями по разным вопросам. И ежегодно в среднем до 250 детей обращаются в наше учреждение до 18 лет, также страдающих теми или иными видами злокачественных образований. То есть, таким образом, это вопрос очень актуальный. Коротко скажу, что мы проанализировали в последние годы долю злокачественных образований в структуре первичной инвалидности как основном статистическом показателе. Так вот, как видно, за пять лет, в принципе, коротко скажу, что у нас, с учетом того, что город достаточно старый, один из самых по возрастному составу населения, у нас всегда на первом месте в последние 30 лет, на первом месте в структуре первичной инвалидности были болезни системы кровообращения. Это исторически было всегда. Но буквально вот последние пять лет, если мы увидим с 2015 года по 2019, отмечается существенный рост доли онкопатологии. И я хочу сказать, что вот в проценте, значит, она уже приближается к инвалидности вследствие болезни системы кровообращения. И, значит, так вот, как мы анализируем, если этот рост будет продолжен, то, скорее всего, в течение ближайших лет возможно, что первичная инвалидность следствия из локачных образований у нас, к сожалению, выйдет на первое место. Во многих субъектах Российской Федерации онкопатология является уже многие годы ведущей структуре первичной инвалидности взрослого населения. Значит, если мы посмотрим структуру по группам инвалидности, коротко скажу, что, ну, если говорить простым языком, то третья группа – это, как говорят, самая легкая, первая группа – это самая тяжелая группа инвалидности, то мы увидим, что доля первой группы незначительно снизилась, доля третьей группы несколько возросла, доля второй группы находится стабильно примерно на одном и том же месте на протяжении как этих пяти лет, так и вообще последних лет. То есть, в общем-то, полиморфная структура по группам, это зависит как от индивидуального течения заболевания у каждого человека, от локализации, от проявлений и так далее. Но, в принципе, в общем, обычно инвалиды вследствие из локачных образований достаточно тяжелые инвалиды, к сожалению. По локализации процессов в последний год он, в общем-то, показательно он соответствует в целом. Среди наиболее распространенных локализаций на первом месте у нас всегда рак молочной железы, на втором месте – это колоректальный рак, рак легких, ну и дальше уже менее такие значимые локализации, но и иные локализации, которые очень полиморфные, то есть сюда же по структуре входят и заболевания крови также, как бы по нашей статотчетности. Поэтому, но рак молочный, железо- и колоректальный рак – это самые распространенные причины инвалидности у этой группы пациентов. Значит, теперь перейдем к правовым вопросам. Во-первых, вообще условия признания лица инвалидом определены в правилах признания лица инвалидов. Это постановление правительства Российской Федерации 2006 года, номер 95. Оно очень большие изменения претерпело, но тем не менее основополагающие понятия там остались. Условий признания инвалидом – три. Это нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, которое может быть обусловлено различными факторами. Это наличие ограничений жизнедеятельности в тех категориях, которые определяет федеральное законодательство. Категория жизнедеятельности – это самообслуживание, самостоятельное передвижение, способность к ориентации, к общению, контроль за своим поведением, к обучению или к занятиям трудовой деятельности. И третье условие – это необходимость в мерах социальной защиты гражданина, включая реабилитацию и абилитацию. Несколько слов скажу о порядке направления граждан на медико-социальную экспертизу. Он тоже предусмотрен этими правилами. И он претерпел некоторые изменения, важные в последние годы, поэтому считаю необходимым о нем сказать. Во-первых, говорится о том в постановлении, что гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организации вне зависимости от ее организационно-правовой формы. Таким образом, как государственные, так и негосударственные медицинские организации могут составлять направление. Направление имеет определенную форму. Условиями направления гражданина на медико-социальную экспертизу является вначале это проведение необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. И если после проведения всех этих мероприятий устанавливается, что у пациента имеются стойкие нарушения функции организма, то в настоящее время только с письменного согласия гражданина либо его представителя медицинская организация решает вопрос о том, что гражданин направляется на медико-социальную экспертизу. В направлении на медико-социальную экспертизу форма 088-У должны содержаться следующие данные. Это также говорится в 95-м постановлении в правилах признания лица инвалидов. Это данные о состоянии здоровья гражданина, которые отражают степень нарушения функций органов и систем в зависимости от тех заболеваний либо иных нарушений здоровья, которые у каждого конкретного пациента имеются. Это сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от каждого заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы. И сведения о тех реабилитационных и абилитационных мероприятиях, которые конкретному гражданину были проведены. Все для каждого из этих сведений есть определенные разделы направлений на медико-социальную экспертизу. Что на сегодняшний день важно? Что направления на медико-социальную экспертизу с приложением сведений о всех проведенных медицинских обследований сейчас передаются в бюро не самим гражданинам, а должны передаваться медицинской организации в течение не более чем три рабочих дня с того дня, как оформлено направление. Оформление на медико-социальную экспертизу проводится протоколом врачебной комиссии. Дата и номер протокола в направлении указываются. И, соответственно, после этого дня, в течение трех рабочих дней, медицинская организация должна организовать передачу этого направления в бюро. Предполагается, что со временем направления будут передаваться в электронном виде, но на сегодняшний день в большинстве субъектов Российской Федерации пока направления передаются на бумажных носителях. Теперь также скажу важный вопрос, который всегда задают, как правило, граждане, с которыми мы встречаемся и разъясняем им порядок действий, это как обжаловать решение учреждений медико-социальной экспертизы. Иерархия учреждений медико-социальной экспертизы на сегодняшний день такова. В субъектах это два уровня. Это бюро медико-социальной экспертизы первичного звена, которые непосредственно сразу работают с гражданами, то есть куда передаются направления, и которые проводят медико-социальную экспертизу. Это бюро медико-социальной экспертизы. Также в структуре каждого главного бюро по субъекту имеются экспертные составы главного бюро. Кроме того, в Российской Федерации имеется федеральное государственное учреждение, это федеральное бюро медико-социальной экспертизы, которое находится в Москве. Так вот, решение бюро медико-социальной экспертизы каждый гражданин, либо его представитель, который имеет на это полномочия, это либо законный представитель, либо уполномоченный представитель с документом, который удостоверяет его полномочия в виде доверенности, может обжаловать решение бюро в месячный срок на основании заявления. На сегодняшний день предусмотрено две формы подачи заявлений. Это заявление в письменной форме на бумажном носителе. Оно может быть подано непосредственно в то бюро, которое вынесло решение, то есть гражданин получает решение, по нему разъяснение, с ним не согласен, он может сразу или в течение любого рабочего дня месяца обратиться в это же бюро и подать заявление. И непосредственно он может обратиться в главное бюро и также подать туда заявление в письменной форме. Кроме того, на сегодняшний день заявление об обжаловании бюро может быть подано в электронном виде, но только через единый портал государственных и муниципальных услуг, поскольку этот портал идентифицирует личность заявителя. Значит, заявления или обращения, которые подаются в виде электронных почт и обращений на сайт, в принципе рассматриваются, но как заявление на обжалование в юридическом поле не считаются. В данном случае главное бюро, проведя проверку по обращению, может провести контрольное свидетельствование, но это не то, что обжалование. Обжалуется это решение в месячный срок. Значит, если гражданин уже прошел о свидетельствовании непосредственно в главном бюро, в экспертном составе главного бюро и также с ним не согласен, он может обжаловать решение главного бюро в федеральное бюро, обратившись в письменной форме в главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в федеральное бюро. Кроме того, решение учреждения медико-социальной экспертизы любого уровня, начиная с бюро, независимо от того, было ли оно обжаловано в досудебном порядке, может быть обжаловано гражданином в суд. Ну и теперь непосредственно по поводу приказа Минтруда России, который вступил в силу в январе этого года, с 1 января, номер 585 Н. Это приказ, который утвердил очередную редакцию классификации и критериев, которые используются при проведении медико-социальной экспертизы. Значит, вот данная редакция приказа, в общем-то, она далеко не первая, очень в последние годы серьезно меняется, вот вообще количественная оценка, которую я чуть позже скажу, вообще подходы к установлению инвалидности. Так вот, конкретно вот эта редакция, она разрабатывалась достаточно долго. В 2017 году проводились пилотные проекты в трех субъектах Российской Федерации, после чего по выявленным рискам проводилась существенная коррекция. Проводилось обсуждение как с специалистами Минздрава, так и с пациентскими организациями, общественными организациями, специалистами научных институтов. И по официальной информации Минтруда России, предложенная система оценки степени нарушения функций организма взрослых и детей получила на сегодняшний день одобрение всех главных нештатных специалистов Министерства здравоохранения. В чем принципиально вообще новизна этого приказа? Вообще с 2014 года по различным редакциям классификации критерий, помимо общих классификаций критерий, которые применяются специалистами по медико-социальной экспертизе, к приказам всем утверждены приложения для того, чтобы решения врачей, то есть состава специалистов каждого бюро экспертного состава, главного бюро, не были только субъективным подходом оценочным, а базировались на каких-то определенных принципах в зависимости от нозологических форм либо от классов болезней. В предыдущих двух редакциях такого уровня было только одно приложение, касающееся в целом граждан. Это подвергалось существенной критике, поскольку для детей в общем-то она была плохо пригодна с учетом особенностей детского организма. Так вот, в 585 приказе утвердено два приложения. Это приложение по оценке нарушения функции гражданам 18 лет и старше. Оно содержит 15 разделов и в зависимости от классов болезней, с учетом международной классификации болезней 10-го пересмотра. И вот новое приложение, это приложение номер 2, это количественная оценка нарушений функции организма у детей до 18 лет. Там на один раздел больше, поскольку в детском возрасте важен такой раздел, как врожденные аномалии и пороки развития. Но принцип формирования также в зависимости от классов болезней. Что касается принципов оценки нарушения функции при именно злокачественных новообразованиях. Во-первых, и в приложении для детей, которое здесь сейчас цитируется, и чуть позже будет для взрослых, в преамбуле отражены для специалистов вообще все факторы процесса онкологического, которые должны быть подвергнуты оценке в ходе каждого конкретного случая, в зависимости от каждой конкретной ситуации. Это и непосредственно касающийся самого онкопроцесса, то есть локализация, размер опухоли, гистологический вариант, степень дифференцировки, наличие метастазирования, стадия процесса, но и также наличие или отсутствие оперативного вмешательства и иных методов лечения. У детей особое внимание отражено на генетические маркеры онкопрогноза, а также общие биологические факторы и виды, объемы лечения и так далее. У детей фактически при первичном освидетельствовании на весь период лечения степень нарушения функции организма предлагается оценивать не менее как выраженной, то есть начиная с 70% это выраженное нарушение функции. Таким образом, на весь период лечения предполагается детям установление категории ребенок-инвалид. Обращаю также внимание на то, что в постановлении правительства в 95-м в перечне для установления категории ребенок-инвалид на 5 лет определено, что при первичном освидетельствовании ребенка при любом злокачественном образовании, в том числе любой форме лейкоза, категория сразу устанавливается на 5 лет. И после завершения лечения зависит от эффективности лечения и наличия нарушения функции организма. У взрослых пациентов также предлагается в преамбуле оценивать все факторы процесса, вид объема лечения, наличие осложнений лечения, противопоказаний лечения и так далее. При этом, когда свидетельствование проводится повторно, то оценивается степень нарушения функций после проведенного лечения в зависимости либо наличия ремиссии, либо возникновения признаков, вернее, неэффективности лечения продолженного роста опухоли и так далее. В чем основные изменения в количественной оценке для граждан старше 18 лет, потому что в предыдущей редакции приказа также был раздел «Новообразование»? Основную дискуссию в сообществах после опубликования приказа при ознакомлении с приказом у ряда пациентов или пациентских организаций сложилось мнение, что новая редакция ухудшила положение онкобольных. Это было связано с тем, что в предыдущей редакции приказа при ряде локализаций, подчеркну, далеко не при всех, было предусмотрено один и тот же уровень оценки на период либо два, либо пять лет в зависимости от локализации и стадии процесса. То есть предполагалось, условно говоря, что при определенной стадии рака молочной железы в течение пяти лет в любом случае степень нарушения функций оценилась как выраженная, либо как умеренная. На сегодняшний день вот эти конкретные сроки наблюдения, как признак оценки нарушения функции ушли. Почему? Поскольку в течение этих пяти лет онкопроцесс мог развиваться у каждого пациента по-разному. При этом возникали проблемы, как оценивать, допустим, при негативном течении процесса на этой стадии и так далее. На сегодняшний день не обязательно наблюдать пациента пять лет, и можно решить вопрос, допустим, о бессрочном установлении инвалидности и до истечения этого пятилетнего срока. С другой стороны, при благоприятном развитии процесса в трудоспособном возрасте у активного пациента, настроенного на профессиональную реабилитацию, когда та же вторая группа инвалидности могла его чем-то ограничить, возможно, при наличии соответствующих заключений медорганизаций, более расширенные трудовые рекомендации. То есть, соответственно, это также возможно. Кроме того, на сегодняшний день этот раздел очень расширен по локализациям опухолей, то есть тех, которых раньше вообще не было предусмотрено в предыдущей редакции. На сегодняшний день, если там и нет, то какой-то очень редкой локализации. Практически все локализации опухолей проработаны и достаточно прозрачно и понятно. В общем, оценка при них. Также в этот раздел принесены заболевания крови, пройдено разделение хронических лейкозов, потому что это тоже было достаточно сложно в ряде случаев. И, кроме того, при доброкачественных на образованиях также разработаны подходы, которых ранее не было. Таким образом, новая редакция приказа позволяет индивидуально и объективно подходить к установлению инвалидности каждому конкретному пациенту. Также хочу обратить внимание на приложение 1 к правилам признания лица инвалидом. Это установление инвалидности бессрочной категории ребенок-инвалид до 18 лет детям не более чем через 2 года после первичного признания лица инвалидов. При злокачественных на образованиях это при тяжелом течении, при доброкачественных на образованиях, при тяжелых осложнениях определенных локализаций. Когда также уже при повторном ближайшем освидетельствовании, а может быть при наличии сведения о состоянии здоровья исчерпывающих и при первичном освидетельствовании возможно бессрочное установление инвалидности. Теперь два слова буквально скажу о том, что по прошлому году очень большое количество граждан, свидетельственных первично, было составлено программой дополнительного обследования 9,5% и у 12,5% повторно, что говорит о том, что не все сведения необходимые, это только про пациентов с онкопатологией, говорит о том, что качество медицинской документации требует существенного совершенствования, особенно со стороны диспансерного звена, то есть тонко-диспансеров. И, соответственно, была задержка очередного освидетельствования у достаточно большого количества пациентов. Поэтому на сегодняшний день мы видим задачу нашей работы со здравоохранением, это налаживание системы своевременного направления инвалидов на повторное свидетельство, то есть организация им заблаговременного проведения обследования, чтобы их направления поступали в бюро не позднее, чем за месяц до истечения установленного срока инвалидности. Здесь, в этом слайде, прошу обратить внимание на контактные данные нашего учреждения. Это телефон горячей линии, это официальный сайт и это электронная почта. Граждане за любыми разъяснениями, особенно сейчас в условиях такой неблагоприятной эпидобстановки, могут обращаться через сайт как в систему вопрос-ответ, так и путем подачи обращений. На сегодняшний день все обращения рассматриваются оперативно. Если требуется индивидуальное рассмотрение по конкретной ситуации, то срок не более месяца. Спасибо.